Пара секунд и раскаленный в печи хрусталь принимает форму новогодней игрушки. Это только первый этап работы. Мастер Андрей Масляков объясняет, его задача правильно понять эскиз и придать игрушке нужный цвет и форму. Для этого в трех печах, заранее разогретых до 1200 градусов, обжигают горшки со стеклом разных оттенков. От морской волны до синего кобальта. Но и здесь все не так просто. Даже у мастера с огромным стажем простая игрушка может получиться только с третьего раза. Только на втором этапе работы игрушка попадает в руки своего родителя, художника, который продумывал и рисовал эскиз. На алмазном круге он гравирует домику крышу и бревенчатые стены, затем изделия направят на химическую полировку, чтобы хрусталь заиграл всеми гранями. Только после этого домик будет считаться готовым. Функционал у этих домиков подсвечники. Вообще это целая композиция, которая будет состоять из разноцветных домиков. Это как дань нашим русским традициям, нашим деревянным домикам, который, к сожалению, сейчас люди зашивают в сайдинг. Меня это очень волнует и не сохраняется русская культура, поэтому я их решила увековечить в хрустале. Помимо домиков, на заводе уже готова традиционная серия новогодних статуэток в форме зубров и уютных рукавичек. Отдельно выделяют фигурки хрустальных быков, покровителей следующего года. Подготовку к зимним праздникам здесь начали еще весной. В марте мы начинаем думать, а что мы представим в этом году клиенту. Есть вещи, которые еще даже не готовы. Это бокалы с каким-то гравировками новогодними. Они начинаются с эскизов. Мы даем задания нашим художникам. Кто-то предлагает, у кого-то уже есть задумки. Летом мастера готовят формы для игрушек, проверяют набор цветов. В итоге первые новогодние изделия из печи выходят только в сентябре. Но этих месяцев мастерам и художникам хватает, чтобы к зимним праздникам порадовать жителей области. И не только изделия гусевского хрустального завода можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани и других городах нашей страны.